это где-то случилось и кстати мы находимся совсем недалеко от того места где разрушилась максимум может быть сейчас туда подъедем посмотрим ребята мы только что тут неподалеку были в магазине лидл для тех кто не видел вернитесь пару видео назад посмотрите было очень интересно закупка только столько открылся этот лидер но мы сейчас подошли с вами к такому месту где произошла чудовищная трагедия помните на этом месте была максима и у нас латвии было такое ужасное событие что это максима обрушилась даже сейчас говорю голос дрожит сейчас заплачу ревогу брел и вот эти здания вот видите все что от нее осталось сейчас мы подойдем к мы все заплетается язык подойдем посмотрим что там у нас в общем у меня есть несколько историй которые мне рассказывали люди которые чудом остались живы ну вот как это выглядит это произошло 21 11 2013 года тогда я находилась была беременная плюс еще у меня в общем сразу очень много всего много событий бабушка умерла в общем для меня этот год был ужасный вот 11 ноября 2013 года в этом месте на улице приедая нс-20 в результате обрушения супермаркета погибли 54 человека несколько десятков были ранены в памяти о золи тутской трагедии и рижская дума установила временный мемориал это первый символический шаг увековечивший жертвы в память народа в общем вот такой вот видите вокруг тут тут такие вот дома кстати хочу вам рассказать историю что в одном из этих домов жила моя бывшая коллега и она была на девятом месяце беременности у нее все вот-вот уже рожать в общем она хотела сбегать в этот магазин в день когда все это случилось хотела сбегать и купить кое-что по мелочи представить с большим животом и все и дошла примерно где-то до сюда и поняла что она очень сильно хочет туалет он только вышла из подъезда прошла немножко и поняла что ну ставите да беременная все и очень захотела в туалет говорю мне прям плохо вот в общем она очень сильно захотела в туалет и пока пошла домой максимум в этот момент уже обрушилась только вы в общем ее спасло чудо и и спас ее ребенок это история первая это которая которую я слышала именно от своих родственников от своих друзей да вторая история девушка сейчас жива и ребенок тоже же слава богу все хорошо но и и она тоже здесь где-то живет и и достали из этих завалов и она тоже была беременна вот в общем вот такой вот такая вот история она сейчас живет все у нее хорошо и я как сейчас помню как мы сидели у телевизора рыдали просто не представляете как сильно и просто смотрели радовались каждого человека которого достали рыбаку стою и плачу помню как мы все обзванивали всех своих знакомых которые в этот момент могли быть магазине еще самое интересное что я сама работала в максиме беременная мы потом носили траурные ленточки и переживали просто вы не представляете что творилось у нас в магазине мы все ревели просто ужасно ладно царствие небесное всем погибшим вы не представляете какая-то трагедия в общем я не думала что подойду и у меня просто водопад слез вот видите осталось только вот это вот крыша и вот вокруг что там мы только что были вон видите там прямо если присмотреться там находится лидл где мы только что были и вот такое вот местечко как мы переживали ребят вы не представляете как мы просто сочувствовали всем родственникам вы представляете так пошел в магазин и все и вернулся не знаю наверно уберу звук уберу голос поставлю просто какую-нибудь траурную музыку потому что невозможно столько всего хотела рассказать а пришла просто ревуха и забыла добавить мы каждый год все работники максима выходим и ставим возле нас возле нашего максима ставим свечи и носим траурные ленты именно в эти в эти дни как представлю что это все было вот у этих людей на глазах все эти работы велись все 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 да а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok